Скоро стрелки часов покажу 9 часов утра. Почему утра? Потому что солнце не взошло на улице Пасмурна и трое суток. Как вода в этом накопительном баке сохраняется, температура этой воды очень медленно, но все-таки температура опустилась от 36 градусов до 29 градусов. Вот представляете, как эта вода сохраняется и ее не надо подогревать и пользоваться, открыв кран этого смесителя, сразу же той температурой, которая находится в этом накопительном баке. Но сейчас я открывать не буду, а буду продолжать дальше крепить крепление для того, чтобы навешивать полотенца, потому что они сейчас висят на крючках, это не очень хорошо, они как бы в комке. А нужно их растянуть, чтобы это полотенце проветривалось этим теплым воздухом от этого радиатора. И ездил в магазин, купил, вот смотрите, дюбель вот такой вот, с прорезью, ну то есть мягкое это вот место. Чтобы саморез мог, если там как бы пустое место будет или слабые стенки газосиликатного кирпича, то этот дюбель начнет сворачиваться. Ну, вроде понятно. Решил этот саморез не использовать. Нашел у себя вот такие острые саморезы, потому что у него шляпка вот такая вот плоская. И вот эта плоская шляпка, она будет прижимать это крепление всем телом этой шляпки. Они конусом, и этим конусом очень и очень тяжело найти положение этого крепления, если нужно сдвинуть либо туда, либо сюда. Ну, вроде понятно. То есть, теперь, что мне нужно сделать? Взять, найти сверло тоненькое. Вот это тоненькое сверло пропало. Ну, я попробую карандашом. Хотя сверлом намного лучше. Ну-ка, вот этим сверлом пройду точно. Вот этим сверлом и буду работать. То есть, мне вот таким вот образом надо сделать, вот таким вот образом. И аккуратно это все удерживать. Перенести вот сюда. И теперь найти энное расстояние. Вот смотрите, сейчас мне нужно все поддерживать, потому что если упадут, произойдет какой-то некий удар, и это будет не очень хорошо. То есть, вот эту декоративную снять, чтобы найти вот это расстояние. На эти расстояние можно с помощью ногтя. Можно с помощью ногтя. Вроде бы вот так. Представляете, как легко все это делать. То есть, вот так я и сделаю. Раз. Все. Еще раз убедился. И теперь буду делать метки. Одну и вторую метку. А потом буду сверлить. И на этом работа закончится. Принял душ. Тело свое вытер этим полотенцем. Это полотенце мокрое. И это полотенце мокрое. Повесил. Сушится. Потому что от этого горячего радиатора воздух нагревается и движется через это полотенце. Это полотенце очень быстро начнет сохнуть. То есть, вот так мы и хотели сделать. Вот как. Теперь приступил работать вот с этой дверцей пластмассовой. режу то, что должно лишнее удалиться. И снизу то же самое нужно удалить и резать. То есть, получается как. Вот смотрите. Вот здесь и здесь снизу и здесь нужно удалить. Чем я сейчас и занимаюсь. Потихонечку без какого-либо мусора потихонечку стараюсь вот так ножом резать. Лезвие, конечно, станет очень-очень тупое, но ничего. Можно вообще без пыли работать. Я, наверное, работать буду вот с этим пылесосом. Включу этот пылесос и начну работать, потому что сверху все падало, а здесь падать не будет. И вся пыль будет вот здесь. Я этого не хочу. Сейчас я включу пылесос. Все делал аккуратно, чтобы не было пыли. Работает с пылесосом. и сейчас попробую установить, получится ли. Если что-то где-то, конечно, нужно подрезать. Приблизительно вот так как-то будет. вот вот как будет. Продолжение следует... 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 пойду там жена принесла цветок представляете она чувствует что в квартире уже уже доделывается работа это последняя работа которую я делаю и жена принесла цветок я бы взял этот цветок вот сюда бы сдвинул потому что вот это вот правильно сделала? правильно вот смотрите как я уму свой приложил и вот эта вот роза светет вот не поверите красотища вот эту вот frabuga вот смотрите я можно вот так открыть и цветку больно не будет потому что он в стороне и можно вот так открыть и пусть открыт эта жена так сделала сказал вот я хотела так и она думала, что сдали этот дом и при сдаче дома устанавливали вот эти окна, а как обычно окна устанавливают, только в таком вот положении а тут окна просто замечательные вот честно говорю, качество просто и исполнение и установка, просто вот молодцы рабочие сделали и что вот эта фрамуга открывается именно вот таким вот образом нигде такого нет, но тут получилось просто замечательно, молодцы строителей ну смотрите, первый цветок это уже появилась жизнь в этой квартире а сам пойду дальше вот смотрите, я тут все подготовил и сейчас вам покажу доска будет крепиться и вот этот луч ну вроде бы как параллельно вот так, чуть-чуть значит здесь отпустить луч получился параллельно вот этому углу и мне нужно закрутить саморезы и закрепить вот эту вот верхнюю плашку а чтобы ее закрутить и где закрутить эти саморезы я вам сейчас покажу и расскажу вот эта вот плашка она же будет вот здесь же вроде понятно, ну вот так поверну чтобы было понятно, она же будет вот здесь а уголок же есть вот этот вот уголок вот этот уголок прячет вот эту плашку от этого угла вниз отпускаясь сейчас я вам покажу то есть он уже получается как вот таким вот образом вот таким вот образом вот таким вот образом то есть уголок вот таким вот образом и получается о как получилось то есть вот эта черта я сейчас убираю и в любом месте вот в этом именно в этом месте можно крепить саморез вот так и прижимая вот эту вот плашку чем я сейчас буду заниматься а уже потом буду заканчивать вот эту вот плашку узенькую сначала а потом покажу сейчас сначала покажу и все нужно же не говорить нужно делать и так лучше запоминается подготовил несколько плашек протер сверху потому что пыль как бы прилипает мне пришлось здесь протирать а жена пришла говорит это что-то за пятна что это за пятна пришлось мне протирать вы представляете и теперь тряпочка у меня постоянно там где я пилю и посмотрите как получается приготовил саморезы закрепил уголок про него чуть чуть не забыл вот представляете такое возможно теперь могу спокойно закручивать вот здесь я помню чуть-чуть надо при отпустить шляпки утопил вот этот дощечка хоть на ней сам виси и теперь каждую дощечку буду крепить не забывать вверх-вниз есть для этого посмотрите вот с одной стороны только с одной стороны вот капельку на можно конечно и сюда можно и сюда без разницы давайте я вам покажу видите как получилось аккуратно думал этот клей монтажный скоро закончится он работу сделал представляете сколько много и теперь опять работа начинается поближе уголку здесь хоть можно показать кирпичи туда-сюда бегают или размер что ли разной и конечно будет что-то и хорошее вот так вот делаю вибрацию небольшую и теперь есть кое-как забил вот представляете кое-как вот врат не буду еще вот так подстучу а то бывает что вот так вот прижмется в этот край и такое может быть все вот здесь конечно слишком вылезла ну ничего страшно все вот первое готово вторая готова вот этот кабель для интернета сторону и теперь опять продолжается так как я вам говорил вот таким вот образом можно значит таким вот образом я и сделаю здесь не обязательно здесь уголок держит а почему вот здесь близко не надо потому что вот этот белый уголок туда будет в солнце и чтобы этот клей не помешал но вроде понятно опять и такой бывает вот и как раз я сказал что не перепутать вверх-вниз и получилось тоже что я и говорил главное не перепутать а сам перепутал то есть беру вибрацию близко к этому уголку здесь чтобы щелочка была все классно получилось и таким вот образом все плашки с одной стороны клеится а с другой стороны верхняя закреплена плашкой и как штора получается вот как жена сидит даже не сидит а на диване лежит и смотрит как я работаю и таким вот образом скоро я закончу а это последняя работа можно так сказать пыльная чтобы не пылить на натяжной потолок потому что натяжной потолок когда будет уже готов а вот эта работа не готова то вся пыль будет подниматься на вот этот натяжной потолок и чтобы пыли не было вот и сейчас я эту работу делаю потому что потолок делается в последнюю очередь чтобы было без пыли хотел бы закончить вниз отпускаться этими плашками но угол нужно закончить тут понятно они накладываются накладываются и так далее мне нужно угол закончить а угол закончить нужно подготовить вот этот пластмассовый уголок вырезать здесь под 45 градусов и здесь каким-то образом что я и делал резал вот этим вот ножом ножом приложив сначала здесь было под 90 градусов я вот так вот отметку сделал и под угол сделал вроде понятно и здесь тоже самое отвел и по 45 градусов но вроде понятно теперь мне нужно вот знаете что сделать вот здесь отрезать я сейчас вот этот угол сделаю и жена говорит все пойдем на ужин я сейчас я быстренько сделаю вот она меня сидит ждет все вот это я отрезал и вот смотрите прикладываю все равно этот вот мешает уберу лишнее все угол по 45 градусов здесь отрежу в любое время а чем любое время ждать когда можно сегодня отрезать это уже но скажу это болтается я скажу это нужно обязательно что болтается отрезать что я и сделал теперь вот смотрите нужно закрепить саморезами что я и буду делать саморезами вот такими вот маленькими закреплю есть возможность закрепить без дюбеля если не получится то придется дюбель то есть вот таким вот образом нажать чуть-чуть крутануть потом выпадет у у меня их валяется уже на полу куча видите весь шевелится шевелится смотрите закрепил вот здесь возможно ей закреплю нет не знаю ну вот в это отверстие вот сюда подальше от торца вот трещина появилась ну ничего страшного трещина появилась вот как получилось смотрите смотрите все больше и больше щелки почему-то не знаю делал просто идеально а щель получилось но посмотрите возьму вот таким вот образом туда всякое бывает возьму нож туда запихаю лишнее уберу смачиваю вырезаю отдел уже просто шикарно было и отошло почему-то не знаю почему ну сами видели я же старался когда стараюсь это всегда хорошо получается а если не получится когда старается можно исправить а когда не старайся лучше сидеть и лучше со стороны говорить вон там неправильно здесь правильно вот это будет пользы посмотрите как сделал и ничего не видно все посмотрите саморез еще вылез тоже можно заделать бывает такое когда работаешь всегда что-то может произойти а что произойдет нужно обязательно выкрутиться сделать и если я например отсюда смотрю я ничего не вижу ничего не вижу теперь вы смотрите что подготовил уже строго по размеру и теперь нужно таким вот образом вот здесь вот опасно опасно вот здесь вот и вот таким вот образом главного угла вот здесь буду подстукивать все сделал смотрите закончил вот этот угол вот эта плашка не выпадет угол спрятал торец резанный и как бы получилось законченная вот это вот горизонталь на законченной и одновременно начало вертикали как будто начинается она как бы здесь в угол этот законченный получил вот как интересно получилось все на этом я работу закончил собираюсь меня уже ужин ждет еще раз посмотрим что получилось жена лежит на диване смотрит командует и говорит до того красиво получилось как это так вот как бывает прям при ее глазах работал сделал вот такую вот красивую работу